Меня зовут Анна Шапира, я ваш вышестоящий спонсор. И хочу сказать в первую очередь спасибо тем, кто сейчас выступал, так хорошо приготовили итоги, да, понравилось вам. У нас на планерке сейчас много новичков сидит, которые не понимают, за что даются эти уровни. Да, я вижу, что задают вопросы по зарплате, задают вопросы по уровням, по спонсорским и своим веточкам. Вот для того, чтобы у нас уровни росли, и для того, чтобы мы получали деньги, нам нужно действия определенные выполнять, да. Что мы делаем? Вот три действия у нас, три действия, которые ведут к успеху. Это пользоваться продукцией. Когда мы продукцией не пользуемся, так, сейчас тут погромче делаю, что у меня зашиповато, что у тебя так не базово, пока мы продукцией не пользуемся, у нас роста не будет. Начинаем пользоваться с минимума. Новички, да, делают заказы, они смотрят, проверяют свою косметичку, они проверяют свою ванную комнату и делают заказы, заказывают то, что у них закончилось. Все, с этого начните. Не говорите ни себе, ни нам, ни кому-то еще, ни в чате, что у вас нет денег. Да, вы мылись, моетесь и всегда будете мыться. Вы всегда будете покупать продукцию, продукция на третьем месте идет. В смысле, что вот средства, гигиены, они на третьем месте стоят. Которые продукты питания и бензина. Да, люди всегда будут мыться. Посмотрите, праздники у нас сейчас, новогодние праздники были, да, какой-то вороборок хороший был. Даже вот этот первый каталог, который закончился, по итогам которого у нас столько новых уровней, мы поздравляли очень много людей, да. Первый каталог, он всегда сложный был. Потому что люди деньги свои тратят на праздники. На подарки, на еду, да, на какие-то развлечения много выходных. И то у нас первый каталог прошел замечательно. У нас сейчас праздники будут. 8 марта, 23 февраля, 14 февраля. Люди что покупают вообще на праздники? Люди покупают парфюмерию, косметику, средства гигиены. Потому что сложно выбрать какой-то подарок, когда, да, и когда нет денег, много денег на какую-то, ну, может быть, бытовую технику или еще на что-то. То, ну, или бояться не угодить. Средствами гигиены всегда угодить, да. Какие-то наборчики для рук, там, для волос и так далее. То есть вот люди это всегда покупали, всегда будут покупать. Я смотрю, у нас вся большая команда уже. Я имею в виду веточку, вот новичковую веточку, которую я отстроила вместе со своими новичками. Но проблема в том, что не все сделали заказы в прошлом каталоге. У нас там много новых уровней. Девчонки поздравили, молодцы. Но было бы еще больше. Рост был бы еще больше, если бы каждый посмотрел на себя, захотел здесь зарабатывать и начал делать какие-то действия для того, чтобы зарабатывать. Ни один человек, который получает здесь 50, 100, там, 200 тысяч, он не говорит, что я не буду покупать. Первое наше действие и несложное действие. Это простое действие. Нужно покупать. Второе действие – нужно приглашать людей, потому что нам нужен товарооборот. Сегодня проводили собеседование с девочкой. Она пишет, так, грубо говоря, я должна сама здесь покупать и говорить, идите покупайте все в Арифлэе. Ну да, так и есть. Возьмите любой другой бизнес. Ресторан, например, у вас. Вы сами где будете есть? В своем же ресторане. Ну, если у вас там какой-то банк нет, день рождения вы отвечаете. Вы что, в чужой ресторан зайдете? Нет, вы будете своему ресторану делать товарооборот. То есть какая ситуация тогда там будет? Сам пользуйся, да, и приглашай, зайдите, пользуйтесь моим рестораном, приходите в мой ресторан. Если это заправка, сам заправляешься здесь и зовешь людей заправляться здесь же. Так, приходите, заправляйтесь, а я буду с этого иметь проценты. Она еще и так написала. Типа, приходите, все покупайте в Арифлэм, а я буду иметь проценты. Я говорю, да, так и есть, как и в любом бизнесе. Если у нас магазин, продуктовый магазин открыли, или магазин валенок открыли, любой магазин, я сама буду здесь валенки покупать, и приходите все ко мне, покупайте валенки, а я буду иметь с этого процент. Так? Так. В любом бизнесе будет так. Если понимания нет, то человек, скорее всего, настроен на наемную работу. Давайте я буду делать какие-то действия, да, а вы мне за это будете платить. Пусть немного, за простые действия платят мало. Но я буду получать. Пусть там пять тысяч, но я буду получать. Вот за пятью, за десятью тысячами можно не париться, да, не приходить в бизнес и не заморачиваться, не строить этот бизнес и не приглашать людей. За такую сумму можно устроиться техничкой, там, дворником, еще кем-то, сторожем, да, и зарабатывать свои пять-десять тысяч. Если вы хотите много зарабатывать, пожалуйста, вкладывайте свое усилие, вкладывайте в свои мозги свое время. Открываю, случайно наткнулась на отзывы о работе в Арифлейм. Девушка такая прямо вот умная, такая прямо вся прошаренная, рассказывает о том, как она зарегистрировалась в Арифлейм и проработала три дня, узнала, оказывается, что здесь нужно покупать и нужно приглашать людей покупать и ушла. Все, говорит, мне это не понравилось, на все шаблоны не отвечают, на все шаблоны не пишут. Главное потом комментарии к ее отзыву. Ой, классный, какой отзыв, спасибо за отзыв. Я бы пошла туда в Арифлейм, я тоже хотела в Арифлейм. Спасибо, что вы это написали, спасибо, что рассказали, как там на самом деле. Знаете, как тут на самом деле? Здесь путешествия, здесь большие доходы, здесь не нужно ходить на работу и работать на начальника. Здесь можно бизнес свой передать по наследству. Где вам такое, кто вам такое предложит, на какой работе это предложит вам. Умников будет вокруг очень много. я сегодня скидывала картинку в чат. Если видели, три очереди, да, одна очередь. Советчики, да? Саш, кто там был? А, самая большая очередь это критики, вторая очередь по численности это советчики, и третья очередь, куда никто не выстроился даже, это те, кто делать должен. Сколько вас людей критикует? Вы один будете делать, вас сотни вокруг будут критиковать, но если вы хотите деньги зарабатывать, вы идете, делаете. И меня критиковали, но я сейчас 150 тысяч в месяц получаю, и мне плевать на то, что меня критиковали или еще что-то мне говорили. Вот. Кто-то скажет, ой, ну вот ваши возможности, это сказка, да, сказочные возможности. Да, Арифейн, это сказка, так на самом деле и есть. Мы будем путешествовать, мы уже начали путешествовать, в четырех странах побывали, я брала дочь, я брала мужа с собой, да, у нас, мы получаем неплохо. То есть, ну реально это сказка, со стороны это видится так, что ничего не делаем, сидим в интернете, да, ничего не делаем, мы зарабатываем. Мы разве ничего не делаем, кто уже начал здесь работать? Мы работаем очень много, этот труд очень тяжелый. Он нам нравится, поэтому нет такого впечатления, что мы уработались, переработали и так далее. Нам круто, нам здесь нравится, нам нравится быть с командой, я вам фотографию такую поставила, это со встречи, с обучением, наша команда. Но это работа, но это труд, его нужно делать, нужно напрягаться, чтобы здесь зарабатывать. И третье действие, вот мы два перечислили, это покупают для себя пользоваться продукцией, приглашают людей посещать обучение. Не посещая обучение, чему можно научиться. В любой профессии вы не научитесь, если вы не будете посещать. Поэтому идем и посещаем, запоминаем, что нужно делать, делаем. Вот и все. Сейчас нам компания к каталогу, ну это наш обычный каталог, вот начался он, второй. Вдобавок, это каталог. Вдобавок к каталогу сейчас дает еще один инструмент, это книга красоты. Узнали? Это книга красоты, которую вы не просто полистали, и не просто прочитали. Эту книгу вы можете вместе с каталогом давать, если вы работаете с каталогом. В первую очередь, как рекомендует компания, даем книгу. Почему? Потому что здесь ключевые продукты. Ключевые продукты в компании, с чем строить бизнес? Не с мылом, не с шампуньками, не с помадками, это допустимые продукты. Ключевые продукты, на которых именно бизнес строят, это Novage и Wellness. Это дорогие продукты. Дорогая продукция, на которой можно построить бизнес, но нужно знать о ней, нужно людям показывать. Делайте закладки, делайте какие-то пометки в этой книге, показывайте людям. А каталог с плюсом к этой книге, здесь даже цены есть. Вы знаете, такое впечатление, что это каталог, но только от дорогих продуктов. Потому что, вот кого вы хотите в свою команду? Если вы хотите набрать себе в команду нищих людей, которые не способны ухаживать за собой, не способны людей приглашать, не способны повезти за собой людей, то, конечно, им это дорого будет. Они будут себе мысли покупать раз в три месяца, в полгода, и все. Это не бизнес-партнеры. А вот на эту книгу мы можем приглашать богатых людей, кто ухаживает за собой, кто за своим здоровьем следит. Вот для чего нам эта книга нужна. И когда я вижу, когда вы спрашиваете ход отказа от этой книги, я прям очень удивляюсь. Эти книги собрала, какие только возможно, у меня их штук 10. Так, поехали дальше. Ну, я сейчас расскажу, как мы работаем. У нас очень хороший рост. Идет именно по веточке новичковой. Очень хорошо работают новички. Вот когда мы начинали работать, мы не шли на теплый рынок. Мы не работали со знакомыми. Потому что нам, ну, нам были даны такие инструкции. Работать сначала с холодным рынком. Холодный рынок – это незнакомый, это соцсети, это интернет, там, доски обедлений и так далее. Как делаете результат, тогда с результатом идете на теплый. Потом, когда начали работать, поняли, что кто работает по теплому рынку, то есть по знакомым, результат выше, результат быстрее. Потому что знакомые нам доверяют. Можно работать и там, и там. Можно работать с теплыми, с холодными. Но статистика будет разная. Если вы работаете только с холодными, вам придется очень много зарегистрировать, чтобы несколько человек из них начали работать с вами. Остальные вам не поверят. Остальные вас посчитают каким-нибудь мошенником, лохотонщиком и так далее. Если это знакомые и знакомые, которые вам доверяют, которые вас уважают, это друзья ваши, подруги, они вам доверяют, поэтому они могут сказать, вот ты меня точно ни в какую ерунду не заманишь, да, ладно, поверю я тебе. У нас, знаете, как получается? Вот мы сейчас работаем, несколько человек нас, Алина Мищенко, Света Салбина, еще там девчонки начали рекрутировать, у нас работа идет очень быстро, то есть часть собеседования проводят они сами, я думаю, что это тоже коротко, потому что там идет со знакомыми, они у меня работают со знакомыми, они работу по холодному рынку не знают, я им просто ее не давала, не говорила, ну может быть и ходят куда-то на вебинары, слушают, хотя когда идет вебинар по рекрутингу, они на работе, некогда его смотреть, возможно, в записи где-то увидели, но я смотрю, они делают то, что я им говорю, вот, и проходят очень короткие собеседования, они вкратце рассказали, где-то там при встрече, либо по телефону, либо при переписке, потом приводят ко мне, я продолжаю, ну как будто там, знаете, начинаются вопросы серьезные, на которые они ответить не могут, я начинаю это собеседование, оно у нас 5 минут, 5 минут, не больше, этого достаточно, чтобы человеку дать понять, чем мы здесь занимаемся, если у вас собеседование растягивается на полдня, на целый день, на следующий день перетекает, ну это ерунда полнейшая, далее коротко, не пишите длинно, не лейте воду, коротко, дали информацию, все, если человеку нужно, он придет, если человеку не нужно, он будет за вами наблюдать, смотрите, что у меня, ну какие мои рекомендации, я не знаю, что они точно дают, но я рекомендую давать вот это, как проводить собеседование со знакомыми, то есть самостоятельно, что можно успеть рассказать, полную презентацию вы естественно рассказать не можете, вы еще ее не запомните, даже менеджеры не всегда могут рассказать полную презентацию, новички уж тем более, поэтому полную презентацию вы не проводите, а рассказываете кратко, на что обращаете внимание, на то, что мы работаем через интернет, что это интернет-магазин, что это не продажи, обычно мы не скрываем, что мы реклэм, а реклэм ассоциируется с продажами, поэтому нужно сразу сказать, что это не продажи, что это легально, и что засчитывается стаж, так будет засчитываться с момента открытия ИП. Обучение тоже через интернет, тоже бесплатно, и сотрудничаем с компанией РИП. То есть, вкратце, они дают вот эту информацию. Дальше. Создается чат на троих. Мы собеседование проводим онлайн, неживые встречи. Поэтому любой из вас может организовать такое собеседование. Создается чат на троих в Астапе или в Телеграме. И вот этот человек, который мне привел новичка, он мне в личку вкратце пишет. Ну, они у меня уже привыкли. Мы прям отрабатываем вот эту систему. Он мне вкратце пишет. Знакомый это или незнакомый человек пришел. Пишет, что знает, чем занимается. Ну, примерно, если знает, какой доход, какие интересы, чтобы я знала, с какой стороны подъехать. Вот смотрите. Мне могут привести мамочку в декрете. На что я буду упор делать уже? Я должна знать, что это мамочка в декрете. Я буду собеседование строить так, чтобы затронуть ее какие-то интересы, что она не может из дома выходить. Да, у нее маленький ребенок. Что она не хочет на работу выходить, скорее всего, потому что начальник достал уже на работе. То есть, я буду об этом больше говорить, про мечты с ней поговорить, да, и о том, что нужно делать дальше. Если мне привели бы, например, какого-то предпринимателя с высоким доходом, то я тоже должна знать, что это предприниматель, и он зарабатывает много. Я к нему с другой стороны подъеду. Да, то есть, вот в таком плане собеседование проводится легче и быстрее, когда ты знаешь, что говорить. А мне достаточно знать, что это за человек, и что он знает. И обязательно я спрашиваю, он знает, что это Арифлэн. Если не знает, то, ну, как-то вот культурно мы подъезжаем к тому, что это Арифлэн. Это уже не ваша проблема, да, как я расскажу, что это Арифлэн. Если он знает, то мне вообще просто. Представьте, вот человек знает, что Арифлэн и пришел на собеседование, согласился. То есть, он уже заранее согласился на то, что он, возможно, будет сотрудничать с Арифлэн. Вот. То есть, смысл какой здесь? Часть собеседования, начальную информацию дают, дают новички сами, они могут это сами дать, они и должны сами давать, они должны приучаться к этому. А вторую часть, где уже идут сложные вопросы, я могу помочь. Но это будет не пожизненно, естественно. Посмотрели, я говорю одно и то же, ничего там особенного я не рассказываю. У меня все очень коротко и кратко, любой из вас можете привести ко мне на собеседование и посмотреть, как я провожу. Но до того, как я начну в этом чате на Троиц писать, вы мне должны информацию об этом человеке дать. Да, то есть, вы определенную работу должны провести. У нас почти все регистрируются. Вот кто привозил, девчонки, вот свои знакомые, они почти все регистрируются. Хороший способ, вот мне он понравился. Я раньше теплый рынок вообще никак не воспринимала. Кстати, сама я со знакомыми, ну, я их уже отработала, обработала, многие у меня уже зарегистрированы, уже кто-то удалился. Сейчас мы в основном вот с девчонками, сама я так и продолжаю по-холодному работать, либо знакомиться, ну, знакомиться с жителями нашего города через Одноклассники или через Инстаграм у меня регистрацию идут. Сегодня пришла девочка из ВКонтакте, оттуда пришла. Сама пришла, сама зарегистрировалась. Побоялась, видимо, дать свой паспорт, свои данные, сама зарегистрировалась нам в команду. Так, когда вам знакомые говорят, вот вы первую часть собеседования проводить начали, и вам знакомые говорят, я не верю, такого не может быть, бесплатный сыр только в мышеловках. Вы можете описать бесплатный сыр, да, какой у нас, когда у нас очень и очень много работы, это не бесплатный сыр, вы прям так и говорите, здесь нужно работать много, это труд и не такой он легкий. Так, дальше, что делать, когда не хотят они, да, на собеседование? Хорошо, когда захотели, ну, ладно, давай, пойдут с твоей Анной Шапирой пообщаюсь, а если они не захотели, они говорят, что это ерунда, это лохотрон, это там очередная финансовая пирамида или еще что-то, что вы делаете? Ну, надо ситуацию спасти, постараться спасти. Старайтесь заинтересовать этого человека, поэтому, что можно дать? Они же в основном не хотят, потому что не верят. Даете справку из банка, я ее вам скидывала, и скидываю, кому нужно. Даете декларацию, можно дать о налогах, то есть эта декларация, она говорит о том, что все легально. И ролик я записывала, кому нужно тоже спросить, или на канале он у меня есть, ролик записала экран телефона, о приложении, как я захожу в банк, чтобы перерезти деньги. Вот, вот это даете. Если этим не заинтересовали, не заинтересовали деньгами, не заинтересовали путешествиями, он все равно говорит нет. Ну, ладно, ждем до следующего раза, говорим, ну, понадобятся деньги, приходи к нам, ты теперь знаешь, где деньги есть. Все, не нужно настаивать, не заставляйте людей, не уговаривайте, вы достойно себя ведите. У нас не такой бизнес, чтобы мы вот гребли лопатой всех сюда, вот всех, кто на нашем пути встретился. Нам нужны хорошие люди, нам нужны те, кто будут сотрудничать с нами. Люди с амбициями, люди с высокими целями, а не те, кому нужны 5 тысяч, там, на что-то, на какую-то покупку. У нас еще, знаете, какие люди идут? Денег муж долго не получает, Даня, он бизнес нужен. Ладно, зарегистрировали. Через 2 недели муж зарплату получил, ой, все хорошо, мне уже бизнес не нужен. Деньги закончились, опять бизнес нужен. Ну, что за ерунда? Сколько там всех денег-то нужно было? Мы за большими деньгами сюда идем. Маленькие вы всегда можете, на 2 работы устроились, заработали, не надо напрягаться в сфотеком бизнесе. Напрягаемся мы за большие деньги. И вот когда заинтересовался, если бы, ну, вот этим, да, заинтересовался, он сначала вам сказал, я не верю, ерунда, вы ему скинули все, что нужно, и он, ну, ладно, давай, послушаю, что там за шапира твоя. Тогда вы на собеседование привели, и дальше моя задача. Поняли? Если он не захотел, то все, давай, удачи, понадобятся деньги, приходи. Регистрация у вас, да, что делать, когда у вас регистрация? Зарегистрировали. Со спонсором делайте это все. Спонсор подскажет, как не делайте только самостоятельно первые свои шаги. Зарегистрировали, дали первые шаги, они у нас находятся на канале Старт в Телеграме, и в WhatsApp есть в чате Старт. Если у кого-то нет, спросите, создадите себе копилку, туда накидайте вот эти первые шаги. Сейчас мы еще доделываем там тоже запуск новичка. Дали первые шаги, добавили в чат, поприветствовали. Все это идет у нас, да, все нормально, научились это делать. У вас там даже шаблон есть, в котором вы, ну, сегодня скинули, встречаем там новичка из Табучина, Краснодарского края. Ну, вы меняйте, край-то убирайте, а то шаблон берете, они все меняются. Вот. Познакомились со спонсором. Есть у нас тоже такой шаг знакомства со спонсором. Ну, мои все, они и так меня знают, а те, кто сами работаете, да, вы тоже можете пользоваться спонсором, вы тоже можете привести, познакомиться, пусть вопросы задаст, да, не просто познакомиться, о, привет, как дела, давай поговорим о погоде. Нет, конечно. А если есть вопросы, на которые вы ответить не можете, да, вы можете сказать, ну, если хочешь, давай я тебя познакомлю со спонсором, ты сможешь все спросить, что тебя интересует. Кристин, для тебя чат, который ты создала, чат для новичка ты назвала его, вот в этот чат мы будем добавлять двоих новичков. Чат знакомства – это для другой веточки. Вот эти чатики маленькие, я их создаю для того, чтобы не было большого наплыва сообщений, потому что если я своих новичков, я их не добавляю в общую команду, команда «Ваша пир» или как он там называется, со значком продвижения, если я туда добавлю, у него вся информация убежит. Там вы только поприветствуйте, человек 20, да, привет-привет напишите, потом еще что-то напишите, еще кто-нибудь что-нибудь скинет, посмеется, информация убежит. Поэтому мы создаем вот такие маленькие чатики для веточек, где новички привыкают читать чат, привыкают к расписанию, это тоже важно. Не закидывайте новичка сразу в большой чат, сделайте для своей команды вот просто первые шаги. Он прошел у вас первые шаги, так, все понял, понял, можете из маленького чата удалить и добавить уже в большой. Ежедневно на связи с новичком можно быть, помогать ему со всеми шагами, с заказом, с обучением, список СПО, например, он найти не может, сделать заказ не может и хочет на почту оформить, как у нас сегодня на Абит-чате, команда Шапира, помогите оформить заказ на почту. Ну, по почте доставка очень дорогая. На СПО оформляем, помогайте новичкам своим. Рассказываем про стартовую программу. Хочешь получить подарки, делай то-то, то-то. Не хочешь, не делай то-то, то-то. А для того, чтобы рассказывать, вы сами должны это пройти. Вы сами, вы пришли сюда работать. Вы сами должны заказ делать, да, уметь это делать. Если вы ни разу не оформили ни одного заказа, вот вы новичок, да, я сейчас новичкам рассказываю, к вам уже пришел новичок, ну, он спросит у вас, скажет, а как делать, расскажи, я боюсь твоему спонсору идти, я стесняюсь, я ее не знаю, расскажи мне лучше ты. Как делать так? А ты сидишь и не знаешь, как его делать. Поэтому с себя начните, научите сначала себя делать заказ, находить людей, регистрировать людей, да, сопровождать этих людей. Когда научитесь, сами потом будете учить своих новичков. А если сами не умеете чему учить, так всех мне на шею свешивать, у меня не хватит столько времени. Основную работу вы делаете, я помогаю. И хочу показать еще вам список, ну, вот это наша работа, да, вот их два слайда вот таких, вот продолжение еще. Я этот список скинула в чат, где вот у меня чат маленький, знакомство, и написала, ищите себя в списке, то есть у меня здесь есть люди, которые ни одного заказа еще не сделали, и это, ну, как бы моя мотивация, да, ищите себя в списке, нашли, например, так, кто мне не делал еще? Ну, вот, например, Роман, не делал еще заказ, да, и спонсор Романа тоже может посмотреть. Так, нашли себя в списке, посмотрели, сколько людей под вами. Под Романом вот здесь 4 человека, да, и здесь еще вон сколько, это человек 20, наверное, всего. Ну, как бы я сегодня скинула этот список и написала, ищите себя в этом списке, смотрите, сколько уже под вами людей, вы давайте быстрее подключайтесь к работе-то. Уже и стыдно даже заказ не сделать, если уже команда под вас собирается. Команда собирается, вы хотите деньги получать? Если вы сюда приходили, вы не верили в то, что здесь можно зарабатывать, в то, что люди пойдут, как у нас говорят, «Никто не пойдет, никому не нужно, кому нужен этот ваш Арифлейн, да, никто сюда не пойдет». Вот эти люди, ну, начиная, так, сейчас вот, сейчас скажу с кого, с Алины Мищенко, Алина, я просто запомнила, она пришла 8 января, вот с номера 25, это с 8 января столько людей пришло. И еще интересный факт из нашей с вами команды, каталог открылся вчера, вот по нашему времени это было часа 4 вечера, 4-5 вечера открылся каталог, по Москве, ну, часов 12 сейчас. Прошли сутки, и еще тут несколько часов, да, сегодня, у нас товарооборот миллион рублей. Вот команда купила для себя Арифлейма за один день на миллион рублей. Никому не нужен, да, Арифлейм? Покупали и будут покупать. Я не только про свою персональную группу говорю сюда, вот в этот миллион, сюда включены еще и директорские мои группы, директорские веточки. Вот, то есть Арифлейм нужен, его любят и его будут делать, ой, будут покупать. Кто захочет, будет зарабатывать. Когда люди не верят, да, есть такие, кто не верит в этот бизнес и говорят, что это все ерунда, но ты зайди, я им так пишу, ты зайди в свой личный кабинет под своим номером и паролем и посмотри, сколько там под тобой людей. То есть зачем я скинула вот этот список в чат? Чтобы они видели и начинали раскачиваться. Тут многие с заказами, конечно, многие с заказами, потому что это в основном теплый рынок, и девчонки своих знакомых ведут, и, естественно, знакомые доверяют. Но есть люди, которые уже вышли из чата, которые сказали, что им это не нужно, но с ними тоже можно поработать. Пройдет еще неделя, список увеличится, давайте сейчас кто-то может себя ищить, вот слайд переверну. Пройдет еще неделя и еще увеличится, пройдет месяц и еще увеличится, да, мы каждый раз мы можем им напоминать, пока их не удалят. Возможно, захотят, да, работать. Вот, вот эту информацию все нужно знать. Это я по своей ветке рассказала. Вы также можете свои списочки составлять и показывать, что люди идут в Арифлейн. У меня на этом все. Я надеюсь, информация о собеседовании была вам полезна. Передумают, ну, передумают и идут, ничего страшного в этом не будет. И начинайте работать. Когда мы, когда я проводила опрос, форму скидывала, ну, там у меня в проекте по рекрутингу, писали, ответы анонимные. И там вопрос был, пользуетесь ли вы помощью спонсора. Большинство написали нет. Почему? Я вам всегда говорю, пользуйтесь, спрашивайте, пишите, узнавайте, что и как делать. Если вы не будете пользоваться помощью спонсора, как же вы вырастетесь-то сами? Вы сами не вырастете. Ну, либо это будет очень долгий путь. Долгий и с трудностями. Нужно взять готовое и сделать. Нужно взять опыт, чей-то опыт, да, и перенять его, научиться. Ну, все, сейчас здесь начнется планерка следующая. Всем до встречи, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok